Девушки отдыхают Все говорили мне, что, теряя любимых, мы теряем звук и голоса Я, наверное, прослушал эту запись уже сотни раз Я могу запустить запись в любой момент Она тут, я ее слышу и знаю ее Мне все еще трудно ее слушать Поэтому мне просто хорошо знать, что она есть Но я ее не слушаю 11 сентября 2001-го почти 3000 семей потеряли своих близких Села обрушения башен Близнецов была такой большой Что лишь 300 тел были найдены Но у некоторых семей осталась память Заключенные в башнях люди отчаянно пытались выйти на связь с внешним миром Кто-то мог поговорить по телефону Другие лишь оставляли сообщения С того дня эти семьи живут лишь памятью этих последних слов своих родственников Многие из этих записей никогда не были опубликованы и прозвучат здесь впервые Все они использованы с полного согласия родственников Которые только теперь готовы рассказать об этом Эти записи прольют свет на то, что действительно произошло внутри башен Также они покажут кое-что более важное Какой выбор делают люди в последний момент Кому они обращаются И что говорят Тут очень страшно Я видела, как парень выпрыгнул с 91-го этажа и как он летел Хорошо, оставайтесь на линии со мной 11 сентября Звонки из башен Просто знайте, я люблю вас Я застряла в этом здании в Нью-Йорке Тут много дыма и я... Просто хочу сказать, что люблю всех Мой пёс Коко будит меня примерно в 5.30 Хочет погулять В полшестого я встаю с кровати, чущу зубы, умываюсь Мы гуляем по лесу полчаса, минут сорок Я говорю маленькую молитву и говорю с Мелиссой Я знаю, что она здесь Я знаю, что она... Она слышит меня Я был последним на всей планете, с кем она говорила Никогда это не забуду Ночью, когда я засыпаю, я иногда вижу её, как она говорит Я люблю тебя, папа 11 сентября дочь Боба Харрингтона Мелисса приехала в Нью-Йорк всего на день В своей 31 она была влиятельным управляющим в компании И приехала инспектировать слияние её компании Встреча проходила на 101-м этаже Северной башни Всемирного торгового центра Она должна была быть там только в тот торник, когда слияние бы произошло Она улетала назад в Калифорнию Джим, на моём этаже пожар, я люблю тебя Скажи Николь, что я люблю её Не знаю, выживу ли я, но я люблю вас А Джима ничего не нашли Он был полностью уничтожен Поэтому то, что мы с ним поговорили, значит для меня очень многое Время лечит всё Мне кажется, важно рассказать людям, что испытывали 7 и 11 сентября Через что им пришлось пройти в тот день У нас есть воспоминания, о которых мы хотим, чтобы никто не забывал Джил Гартенберг только начала строить семью со своим 35-летним мужем Джимом Успешный торговец недвижимости, он только что получил повышение в новой компании 11 сентября он зашёл только, чтобы забрать вещи из своего кабинета на 86-м этаже Северной башни Сказал, пока я люблю тебя Это последнее, что я помню, когда он выходил из дома утром 11 сентября Самолёт только что врезался во Всемирный торговый центр Башня номер один, пожар на верхних этажах Высылайте все экипажи скорой к торговому центру Спустя минуты после того, как борт номер 11 врезался в Северную башню Эти кадры облетели весь мир Очень многие оказались заперты Но те, кто был внутри, не могли видеть происходящего У меня звонок из ВТЦ Отчаянно пытаюсь узнать, о чём дело Они совершили 3000 звонков только в первые 10 минут Пожар на нескольких этажах Он говорит, что он на 105-м этаже от торгового центра Ресторан «Окна в мир» Наверху Северной башни 100 человек собрались на конференцию в ресторане «Окна в мир» Среди них 31-летний Кристофер Хенли Он сделал один из первых записанных звонков в службу спасения Здравствуйте, я на 106-м этаже торгового центра Мы только что слышали взрыв 106-й этаж Да 106, понятно Здесь очень сильный дым, и мы не можем спуститься по лестнице Нас примерно 100 человек Не выходите, там пожар или взрыв в здании Оставайтесь на месте, скоро прибудут спасатели Теперь дым стало задувать из окна Мы уже в пути, не двигайтесь, помощь уже в пути Поторопитесь, пожалуйста Кристофер был единственным ребятком Он для нас многое значило Получить запись с 11-го сентября было для нас очень важно Больше всего эмоций у меня вызвал момент, когда он попросил их поторопиться, поблагодарил Иметь такое самообладание Такой ситуации, это просто удивительно Я очень им гордился Оставаться таким Плоднокровным и вызвать помощь Пожалуйста, поторопитесь Это, наверное, его последние слова Звуковые записи того дня, они очень сонны Потому что видеозаписи не всегда показывают всё Глазами мы видим два горящих здания Эти звонки, радиопереговоры Звукозаписи То, чего глазами не увидишь Это часть событий того дня О которых мы и понятия бы не имели без этих записей Калл Тише Тише Перед моим домом стоит дерево Я его посадил через неделю после рождения Мелиссы Мелисси росла, и дерево росло тоже Оно, наверное, стало самым большим на всей улице И Мелисси тоже стала очень красивой, милой Замечательной Мелисси Мелисси на прошлой неделе было бы 39 Дерево уже 12-15 метров в высоту Когда я его сажал, оно было полтора метра и толщиной в два пальца Теперь, когда я выглядываю и вижу это дерево Я вспоминаю день, когда она родилась 11 сентября началось так же, как и всякое утро Проснулся, поставил вариться кофе Когда я заправлял кровать, позвонил телефон Я обычно не отвечаю на звонки, потому что проработал всю жизнь в строительстве Мне обычно звонят, когда хотят попросить что-то сделать задаром Или попросить моего совета Поэтому трубку я обычно не беру Но в то утро взял Это была моя дочь, Мелисси Я знал, что она в Нью-Йорке, но не знал еще в тот момент ничего о том, что произошло Она была в истерике, и я сказал, милая Притормози, чтобы папа мог понять, в чем проблема Она собралась духом и сказала Папа, я на 101-м этаже торгового центра, и только что взорвалась бомба В моей комнате стоял телевизор, я его включил на СНН Я увидел дым, пожар у меня похолодело в сердце Она сказала, что огонь — это не страшно Но там было очень много дыма Я спросил, милая, ты видел знак выхода? Да, ответила она Там должна быть лестница, беги туда и убирайся из здания как можно скорее Но Мелисса и отец не знали еще, что все три лестницы уничтожены Попав ловушку тремя этажами выше места удара, у нее не осталось средств к спасению Она попала в беду и позвонила папе за помощью Я был в двухстах километрах от нее и не мог сделать ничего, кроме как дать ей совет Сказали, что любим друг друга, насколько я знаю Я был последним, с кем она разговаривала 11 сентября Звонки из башен 106-й этаж, раненых нет, но люди в ловушке Мы на 106-м этаже Всемирного торгового центра 8.55, 9 минут после атаки на Северную башню Сразу же после атаки дежурной службы захлестнула лавина звонков из Северной башни Оставайтесь на месте Оставайтесь на месте, мы заберем вас с 92-го этажа Если вы можете выбраться из здания, выбирайтесь Если нет, то мы вас заберем Сколько еще с вами человек? 200 Доброе утро, с днем рождения Хочешь открыть? Тут написано, Николь, это моя любимая игрушка с двух лет Надеюсь, она тебе понравится Мне кажется, 11 сентября коснулась каждого Те, кто смотрит телевизор, едет в аэропорт, путешествует С того дня многое изменилось В газетах об этом только и твердят Я же думаю только о том, что горжусь тем, что мой муж сделал все, что мог в тот день Джим Гартенберг получил более высоко оплачиваемую работу в другой компании четырьмя днями ранее Как раз вовремя, ведь его жена была беременной вторым ребенком 11 сентября была его последняя поездка на работу в Северную башню Я пошла на работу сразу после него Мой офис совсем рядом, поэтому я прошла всего несколько кварталов Когда я пришла, на автоответчике мигало сообщение, я включила его Джилл, у меня на этаже пожар, я тебя люблю, скажи Николь, что я люблю Я не знаю, выберусь ли я, я тебя люблю Это было Я даже не знал, как реагировать Я прослушала сообщение несколько раз и не была уверена в том, что он говорит Я просто не могла в это поверить Через минуту я созвонила с ним Отличие от записи, где он говорил очень взволнованно, теперь он был очень спокойно и уравновешен Он сказал, все будет хорошо, тут пожарно, я буду в порядке Я сказал ему, чтобы он пригнулся, как учили Он пригнулся, спрятался под стол и пытался вызвать помощь Он понятия не имел, что происходит Восьмистах километрах оттуда, в Чикаго, лучший друг Джима только что прибыл на работу Я включил CNBC и там заявили У нас прямой эфир от башен близнецов и издание «Валит дым» Первым делом я позвонил к нему в офис Он тут же снял руку Голос его я таким никогда не слышал, паникующий Он грязно ругался Тут пожар, дым, повсюду обломки Я не могу выбраться, вытащи меня отсюда Он спросил, что случилось, и он не знал Но я тоже не знал Джим Гартенберг был на 86-м этаже Хоть это и под точкой удара, но он с коллегами также оказался в ловушке Из-за обломков с верхних этажей Затем его комментарии были довольно сдержанными «Что теперь делать?» Мы ответили, там пожар, он поднимается, тебе нужно выбираться Он ответил, что не может сдвинуться с места, потому что лестницы разбиты Обломки слишком тяжелые, чтобы их двигать Очень необычно, что люди снаружи гораздо сильнее чувствовали опасность, чем те, кто были внутри, в темноте Семьи видели валяющий дым и языки пламени, охватывавшие здания Людям снаружи было непросто говорить, что дела обстоят хуже, чем кажется Спустя 15 минут после удара в Северную башню Большинство людей в Южной наблюдали за разворачивающейся трагедией за своих столов Среди них был 24-летний трейдер Брэд Фетчер Он оставил сообщение своей матери, что с ним все в порядке Привет, мам, это Брэд Я звоню сказать, что я в порядке Ты, наверное, слышала, что в первую башню ударил самолет Мы тут все в порядке во второй башне, но зрелище очень страшное Я видел, как парень упал с 91-го этажа и летел до земли Позвони мне, как сможешь, мы, наверное, тут до конца дня будем сидеть Позвони мне Я тебя люблю Жду звонка Он хотел убедить меня, что он в порядке Но было ясно подражание в голосе, когда он говорил про парень упавшего с 91-го этажа Что ему очень страшно Запись всегда доступна Я могу проиграть ее в любой момент, я знаю, но мне все еще сложно ее слушать Поэтому мне лучше знать, что она тут Но я ее не слушаю Восьми этажами выше, в южной башне, находился 42-летний системный аналитик Шимми Бегеляйзер Позвонил телефон, это был Шимми Ма, не волнуйся, я в порядке Я сказала, что все видел, и чтоб он оттуда выбирался немедленно А он сказал, послушай И включил громкую связь По селектору передавали, оставайтесь на местах, это здание в безопасности Я повесила трубку, и тут позвонил племянник Начал бессвязно лепетать Шимми, торговый центр Я сказала, Шимми в порядке И в этот момент я и увидела, что самолет попал во второе здание Только Новый взрыв, который Произошел во второй башне Второй самолет протаранил другую башню на 80-м этаже Второй самолет ударил во вторую башню Еще одна башня протаранена В 9.03, через 17 минут после атаки на северную башню Борт номер 175 протаранил южную башню Дежурная служба захлестнул шквал звонков Так как 700 человек оказались запертыми в зоне удара Характерные признаки пожара Сильная катастрофа в торговом центре Требуется вся доступная помощь Северный конференц-зал, башня 2, комната 105 Люди в торговом центре в ловушке Звонок на линии Не отвечает у нас миллионы звонков Я советую оставаться у окна Вернитесь полотенцем Все службы уже в пути Мы пытаемся направить всех свободных людей Мам, это Стивен Самолет Самолет протаранил нашу башню Я в порядке, но тут дымно Я просто хотел сказать Как сильно я тебя люблю Я позвоню, если буду в порядке Пока, мам Это дань уважения Стивена Сказать, что на момент смерти Он находился в хороших отношениях Со всеми членами нашей семьи А это непросто Стивен был с нами 33 года И у нас есть выбор Думать, как это плохо, что его нет с нами Можно сказать, что за 33 года От него осталось множество добрых воспоминаний Семья собралась Девочка, мальчик, девочка Такой триумвират сверху И тут подошел Стивен и встал рядом Он был третьим В этой группе из четырех Стивен был расслаблен Улыбался Смеялся Он был слегка вальяжным Всегда счастливым Большинство времени В семье Стивен был настоящим миротворцем Потому что у нас у всех довольно сильные личности За обеденным столом мы все хотели выразить свое мнение А Стивену лучше всех удавалось внимательно слушать обе стороны разговора Поддержание мира Вот настоящая роль, которую он играл в нашей семье Он определенно играл эту роль И теперь ее сложно заместить Строя карьеру успешного баскетболиста в колледже Теперь Стивен переехал в Нью-Йорк В 33 он стал трейдером в инвестиционной компании в Южной башне 11 сентября было прекрасный днём Это нам всегда закон Я с удовольствием посетила класс йоги по соседству в Велик-школ И после него я пошла домой А когда пришла домой То увидела, что горит лампочка автоответчика Шесть сообщений Весьма необычно Одно из сообщений было от Стивена Мама, это Стивен Самолет наше здание Врезался самолет Я в порядке, но тут дымно Я хотел сказать, что я Я люблю тебя Я позвоню, когда выберусь Пока, мам Стивен работал в Южной башне Он был на 89 этаже И сказал, что позвонит мне Что с ним Все будет в порядке Мне звонили люди и спрашивали Порядки ли мои дети? А еще было сообщение от мужа Пообещай мне, что ты не будешь включать телевизор Это было просто выполнить Я пошла на задний двор и уселась В пластиковое пятидолларовое кресло под дерево С телефоном в руках Готовясь к тому Что мне предстояло услышать 11 сентября Звонки из башен Вторая башня, 80 этаж Вы во второй башне, так? Вы на 88-м или 9-м? У всех семей в голове есть Карта расположения близких Если кто-то из членов вашей семьи Работает в месте, которое стало центром мирового внимания Где приключилась беда То в голове начинаешь пытаться Предположить, где находятся твои близкие По отношению к месту событий Я знаю, что это ужасно Что мы не можем вам помочь Боже Это ужасно Самое ужасное говорит людям то, что скоро им предстоит погибнуть Всего за секунды до второго столкновения Мать Шимми Бегеляйзера просила его уйти Но теперь он оказался в ловушке На 97-м этаже К 9.15 в семейной квартире в Бруклине Стали собираться его близкие Телефон переходил из рук в руки И каждый хотел дать ему советы обнадежить Шимми был на связи Мы пытались по-всякому успокоить его Чтоб он не паниковал Чтоб он попытался найти выход Выбраться оттуда В один момент, когда я говорил с ним Он поделился со мной парой личных вещей Он попросил меня Присмотреть за его женой и детьми И все это время я мог слышать Что ситуация становится Все хуже и хуже На точку удара теперь были только дым и огонь Жертвы начали паниковать Близкий друг Шимми Дэвид позвонил ему, чтобы попытаться успокоить его Шимми, держись там Дыши медленно через полотенце У тебя там есть полотенце? Все хорошо Все в порядке, просто успокойся Мы тут все спокойно, я обещаю Девочки даже не знают, они еще в школе Твои родители рядом Все спокойно, держи хвост пистолетом Тут пожарные спрашивают Из окна дым виден? Там виден дым из окна? Пожарные спрашивают, за окном дыма нет? За окном нет, смотри В крайнем случае чуть выломай окно, чтобы впустить воздух Ты сделал? Да Он говорит, в крайнем случае выбить окно, чтобы впустить воздух Окно можно открыть или придется выломать? Ломать придется Так, шуми, шуми Выламывайте окно Ломайте окно Не сильно, чтобы немного воздуха впустить Если будет заканчиваться Я очень благодарна, что он смог потратить свои последние моменты в жизни Разговаривая с людьми, которые были близки с ним до конца В конце жизни человеку хочется обрести покой И насколько я знаю из того, что мне говорили Он обрел его Я на это надеюсь В Северной башне Первой подвергшейся атаке Джим Гартенберг был заблокирован упавшими обломками целых полчаса Он говорил со своей женой Джилл и другом Адамом Теперь он хотел, чтобы о его трудностях узнал остальной мир Ему удалось выйти на контакт с репортером из Нью-Йорк Таймс Джимом Двайером Я говорил с ним несколько раз сто утра И все время пытался понять Почему же он не может добраться до лестницы или до выхода Он ответил, что тут все стены переломаны И дойти туда просто невозможно Мистер Гартенберг казался мне очень серьезным То есть очень сконцентрированным В голосе чувствовалось волнение Но я не почувствовал, будто он паникует Он хотел, чтобы люди узнали, где он И что он не мог покинуть здание С днем рождения тебя С днем рождения тебя, Николь Джим всегда был лидером Я думаю, что в тот день это так же проявилось Николь Папочка такой смешной Когда мы с Джимом познакомились Он был президентом клуба выпускников Мичигана в Нью-Йорке Я видела, как он вел собрания Как общался со всеми остальными Со всеми его навыками лидера В нем все это было И внезапно я поняла, что это очень особый парень После разговора с Нью-Йорк Таймс Джим позвонил в местные теленовости В 9.32 через 45 минут после атаки на Северную башню Джим вышел в прямой эфир Джим Гартенберг присоединяется к нам Он был на 86-м этаже Я не уверен Северной или Южной башней Это башня 1 Я не был, а сейчас здесь Я не могу выбраться Вы над или под местом удара? Я понятия не имею, куда ударил самолет Я сам догадался, что это было Джим, было два самолета Один в одну, другой в другую башню Что вы видите там? Вокруг дым или может быть огонь? Первое, я хочу разъяснить, что мы на 86-м этаже Заблокированы пожарной дверью Тут падают обломки А центральный остров здания взорван Сколько людей с вами, Джим? Со мной еще один человек Мне сказали, что за нами уже выехали Я на 86-м этаже С восточной стороны здания Уист-Ривер В прямом эфире хочу сказать Семьям, чьи родственники могут быть в здании Что ситуация под полным контролем И большой опасности нет Так что вам не стоит волноваться Мне на мобильник позвонила одна из подруг И сказала, что с Джимом все будет в порядке Его только что передавали по телевизору Он сказал, что будет в порядке Она передала его слова И то, что он был уверен Они передавали его голос У меня сохранились записи И слушая их, я понимаю, что это будто не он Что, несмотря на все обстоятельства Он оставался очень спокойным Смелым Это дает ему большую дань уважения Мне кажется, что в критической ситуации Большинство людей бы просто сидели и кричали Но Джим сконцентрировался Это плохая ситуация Как мне лучше с ней справиться И он обращался ко всем, чтобы выяснить Что у него есть и что можно использовать, чтобы выжить Он не потерял голову И сохранял сознание Опасности нет, пожалуйста Все семьи сохраняйте спокойствие Это было здорово Но сердцем я все же чувствовала Что он не в порядке Дым идет из второго здания На 97-м заперты люди 90-й какой этаж? 54 минуты после атаки на северную башню 2000 человек оказались в ловушке В южной северной башне Оставайтесь на месте Наверх отправлены люди Пожарные со всего Нью-Йорка Были отправлены на место Они идут, идут Они уже внизу и поднимаются Зная, с чем он может столкнуться Пожарный Уолтер Хайнц В спешке оставил жене короткое сообщение Ронни, это я Хочу сказать, что я люблю тебя и девочек Скажи маме тоже Мы едем к торговому центру Туда только что врезался второй самолет Мы уже в пути И я тебя люблю Позже поговорим Уолтер понимал, насколько все было серьезно Это чувствовалось по его голосу Он знал, что может оттуда не вернуться Он просто хотел сказать нам, что любит нас Сообщение, которое он оставил Все еще на его рабочем телефоне Который хранится у него в кабинете Все, кто когда-либо терял своих близких Говорили мне, что Забывается голос любимых Что никак не удается вспомнить голос близкого человека Мне кажется, это правда Я думаю, что это хорошее напоминание для моих дочерей Чтобы они могли слышать его голос Одни сообщения стали утешением Другие же, наоборот, принесли боль От того, что не удалось в последний раз проститься Я проснулся от звонка Я работал по ночам в то время И не хотел, чтобы меня беспокоили Мобильник зазвонил снова Но я не собирался отвечать Я бы сказал, что было около часа дня Когда на телефоне высветилось сообщение Первое сохраненное сообщение Нил, это Брайан В торговый центр врезался самолет Здесь пожар Я внутри Не могу дышать Скажи всем, что я их люблю Если я не выберусь отсюда Пока Конец сообщения Брайан оставил это сообщение Это был первый или второй звонок до утра Это сложно бороться с совестью Но я понимаю Что бы случилось, если бы я взял трубу Я не мог ничего поделать, даже если бы ответил Первое сохраненное сообщение Нил, это Брайан Я храню сообщение на плеере У меня есть диск, который лежит в сейфе На каждом моем жестком диске Так, чтобы ничего с ним не случилось Это последние слова Брайана И по этой причине Тоже были сделаны автоответчики Чтобы люди могли оставить последнее слово Обычно оно мне придает сил Словно она исходит от Брайана Когда я его слушаю Всего тремя этажами ниже Брайана Нунеса В северной башне находилась Мелисса Харрингтон-Хьюз Она застряла на 101-м этаже Вскоре после того, как самолет ударил ее в здание Мелисса позвонила своему отцу Но спустя 55 минут от нее уже не было вестей Когда мы закончили разговор Я думал, что Мелисса держит себя в руках И, насколько хорошо я знаю свою дочь Я не думал, что у нее возникнут проблемы С тем, чтобы выбраться из здания Пока отец Мелисса следил за развитием событий из дома Ее единственный брат Майкл Был в своем офисе в Бостоне Когда услышал новости Я просто начал плакать И не мог поверить в происходящее Мне просто не было слов, чтобы сказать что-либо Я собрался с силами и сказал, что мне нужно идти Я просто надеялся, что она выбралась Вышла из здания, по лестнице или на лифте Может быть там подгоняли вертолеты Я не знаю Сестра всегда обо мне заботилась Это я понимал только с возрастом Потому что в детстве этого не понять В детстве думаешь всегда хуже Песишься, расстраиваешься Уйди от меня, надоело Ты печный брат с сестрой Но со временем она очень заботилась обо мне Ты идиот, работала же Нет, не работала Но теперь зато работает Отношения Мелисы с отцом, когда она была подростком Старших классов были скорее враждебными Два человека с одинаковыми характерами Очень волевые Никогда просто не полагают Отцена никогда не могла переспорить Только его Мне кажется, что вся ее сила упорства Все это у нее От него С возрастом Мелисса все меньше хотела продолжать свою жизнь В маленьком городке в Массачусетсе Мелисса провела лето во Франции Она считала, что Париж это самый лучший город в мире Ей нравилась одежда, нравились прически У нее были длинные волосы Когда она вернулась, то стрижка была короткая Такая в Париже была мода Когда она сошла с самолетом Мы с Матерью очень удивились Не ожидали такого В возрасте 26-ти она переехала в Калифорнию Работать на крупную интернет-компанию Мелисса была очень целеустремленной молодой девушкой В Калифорнии она купила себе БМБ Мне было 60 лет, когда она ее купила А у меня никогда не было такой хорошей машины Я спросил Мелисса А ты можешь ее себе позволить? Она ответила У меня, может, потом возможности никогда не будет Она купила ее и любила эту машину В 31 год она провела здесь немного времени Но ей понравилось Она всегда стремилась к лучшему и в большинстве случаев добивалась своего После разговора с отцом Мелисса позвонила своему мужу Шона в Сан-Франциско С которым они были женаты всего год Он спал, когда раздался звонок Шон, это я Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя Я застряла в этом здании в Нью-Йорке Тут много дыма И я хочу сказать, что я люблю тебя Мелисса познакомилась с Шоном в танцевальном клубе Практически тогда и начались их отношения Он был очень симпатичный молодой человек Они были красивой парой Когда она меня с ним знакомила, у нее глаза светились Я могу сказать, что она явно собиралась за него замуж Так и случилось Поцелуйте знак образования новой пары Поприветствуйте впервые мистер и миссис Шон Хьюз Когда я услышал ее сообщение с Шоном Голос был полон безнадежности Она сказала, что она вряд ли выберется Но что она любит его Я не знаю, хорошо это или плохо Хорошо услышать ее голову, что она позвонила своему мужу Когда я слышал запись, меня переполняли различные эмоции Вообще печально, когда понимаешь, что она не выберется Но все же я рад, что могу послушать ее голос Это хорошо Слышите ее голос 11 сентября Звонки из Башен Час спустя, после удара в Северную башню Некоторые люди все еще пытались дозвониться до своих близких Телефонные сети были перегружены К моменту, когда 41-летний Том МакГиннис дозвонился жене Он уже знал, что возможности спастись нет Сразу же я начала спрашивать его, где ты, где ты Я волновалась, потому что он не отвечал И тут Мы в конференц-зале И не можем выбраться Я спросила, кто там с тобой Он начал перечислять имена людей Трое ребят, которые были с ним И еще несколько человек Я даже слышала голоса на заднем фоне Я не слышала паники Но услышала, что один из ребят закричал Давайте выбьем эту чертову стену Я помню, что он твердил Ему ты выберешься оттуда Ты выберешься Все время повторяла И тут он говорит Ильяна, ты не понимаешь Тут люди выпрыгивают из окон над нами В этот момент я подумала О боже Что же у них там происходит? Что они это делают? Это было просто невероятно Я все повторяла Ты приедешь домой сегодня Ты будешь дома И он сказал Я люблю тебя Позовься, Кейтлин Сказал, мне нужно лечь на пол Я тебя люблю И в этот момент нас разъединили Это огромное облегчение Что мне удалось с ним поговорить Самое странное Что это не было облегчением в тот день Даже неделю спустя Только спустя месяц Но причина даже больше не в том Что это облегчение для меня Больше для него Это был шанс попрощаться Для него шанс сказать Береги-ка это Он сказал, что случится чудо Если они выберутся Он знал Знал, что ему суждено погибнуть В южной башне Атакованной второй ситуация Стала критической Стивен Мелдери работал Вместе со своими друзьями Из колледжа Все они были бывшими спортсменами Когда огонь распространился Они объединились И приняли решение Прорываться на крышу Им предстояло подняться На 21 этаж по лестнице Сквозь жар и дым Стивен питал страсть К баскетболу Но он был Маленьким и худым У меня есть его снимок В восьмом классе Когда он увлекался баскетболом Он стоит между двумя Своими высокими друзьями Его лучшими друзьями Он смотрелся как талисман команды Хотя был игрок Баскетбол, мне кажется Очень сильно повлиял на его становление Он никогда не терял страсти Это не стало ясно Уже после его смерти Когда многие люди Которые играли с ним в баскетбол Приносили мне подарки И говорили слова Соболезнования Стивен и его друзья Все дошли до крыши Но двери были закрыты Они вернулись по лестнице Укрылись в пустом конференц-зале На восемьдесят восьмом этаже У них был один телефон на всех И каждый по очереди Прощался с родственниками Стивен и остальные Передавали телефон по кругу Чтобы сказать последнее слово В один момент проскочило ощущение Ужаса среди людей, звонивших из башни Ощущение того, что они обречены Люди использовали последние минуты разговора Чтобы поговорить с семьями Близкими, друзьями Просили, чтобы они позаботились о чем-то Рассказать о чем-то Для многих это был момент истины Момент отчаянной Но столь необходимой истины Для многих он был необходим Спустя шестьдесят пять минут После атаки на Северную башню Оттуда все еще поступали звонки Для семьи тридцатисемилетнего Джеффри Нусбаума Его борьба запечатлена Во всех ужасных подробностях Зазвонил телефон Это был Джефф Джефф сказал, что их комната Заполняется дымом И становится трудно дышать Он сказал еще, что сработала система тушения Они были по колено в воде Когда ты так эмоционально переживаешь Ты даже не смотришь на часы И тут у него закончились деньги на счету Я два года ждала его познания Поэтому для меня любая деталь важна А то, что было найдено Было столь малым Что для меня даже телефонный счет сгодится Ты так микроскопик Ты держишь все, даже телефон. Пожарным службам мешали помехи от телефонов внутри здания. Оказавшись на лестнице, спасатели не могли общаться друг с другом. Но вскоре молчание было прервано. Кто-то починил радиоприемок. И у нас появилось важнейшее свидетельство тех усилий, которые были приложены, чтобы добраться до верхних этажей. Это 7-й батальон. Мы на 40-м этаже второй башни. Лифт работает только до 40-го этажа. Здесь 15-й экипаж. Человеком, починившим радиоприемник, был 45-летний Райя Палмер. Командир 7-го батальона. Он был среди первых, кто приехал на место трагедии. Двойдя в южную башню, он один починил лифт и поднял его на 40-й этаж. На половину пути к 700 людям, боровшимся за свои жизни. И тут он начал карабкаться сам. А поскольку он был очень под жаром, то быстро продвигался. Он бегал марафоны, полумарафоны. Мы на 43-м этаже, лестница Б. На какой подниматься на море? Я на 55-м. Он прошел 12 этажей за 10 минут, в омундировании весом 15 килограмм. Нужно подниматься выше. Я на 69-м, но нужно подниматься еще выше. Стены на лестнице. Б разрушены между 73-м и 4-м этажами. В стенах пролом. Аккуратнее. Когда я впервые услышал голос Арая на пленке, стало ясно, что он торопился. Он экономил кислород, экономил свою энергию. Поэтому он не так много говорил. 10-4. Еще 6. Во время подъема Палмер обнаружил, что одна лестница южная была все еще цела. На всю высоту до зоны поражения и выше. Для сотен попавших в ловушку, она могла бы стать путем к спасению. Какая лестница, Арая? Южная лестница южной башни! 78-й этаж южной башни был переходной точкой от жизни к смерти. Там был пункт перехода между лифтами, и там скопилось много людей, когда ударил второй самолет. Ноги были убиты, ноги ранены и ждали помощи. Арая Палмер поднимался туда, чтобы помочь им. Здесь изолированы огневые мешки. Его можно сбить двумя рукавами. Передавай, 78-й этаж. Много 10-45. Код 1С. Этаж 78. 10-4. Много гражданских. Нужны два насоса. Понял, 10-4. Мы в пути. Рай поднялся очень быстро. Кто-то был ранен, кто-то умирал. Им нужна была помощь, им нужен был выход. Люди, которые были в точке удара и которые увидели его, я могу представить, какое у них было облегчение. Это, наверное, неописуемо. Видеть его и знать, что благодаря этому парню теперь у людей есть надежда на спасение. Когда мы слушали запись, у нас было видео с обратным отчетом. Мы знали, что приведет. Мы знали точную минуту, когда начнется обрушение. Но мы не могли помочь. Но был порыв выпрыгнуть из кресла, поторопить их всех. Самое тяжелое было смотреть запись за минуту до обрушения. Это самое сложное. Это не уносило. Я не удивилась, когда узнала, что Рай поднялся на 78-й. Он добрался до точки удара, это великолепно. Он оставил много историй. Их знают мои дети. Я просто хочу сохранить память о его семье. И о нем самом. Через семь минут после последних слов Палмера южная башня обрушится. Ей звонок в службу спасения, который запечатлел этот момент изнутри. Она подчеркивает моральную тяжесть прослушивания криков о помощи тех, кто оказался в ловушке. Со 105-го этажа южной башни Отец троих детей все еще говорил до момента обрушения башни. Его слова преследуют меня, но я пытаюсь не думать об этом. Это все же утешение знать, где он был и через что он прошел в тот момент. Не у многих это есть. Частично звонок Кевина был опубликован, когда его проигрывали во время суда над главным террористом 11-го сентября. Его использовали, чтобы показать страдания людей в тот день. Первая копия была неочищена, и были слышны крики, на фоне было трудно услышать, что он говорил. Также было трудно заметить, что он странно дышит. Тут дым очень сильный. 105-й и вторая башня. Хорошо, не двигайтесь, мы поможем вам как можно скорее. Это уже говорили, но дым все сильнее, я едва могу дышать. Где вы? На каком вы этаже? Мы вас заберем. Мне так не кажется, у меня маленькие дети. Я понимаю. Тут очень много людей. Я понимаю, я понимаю, что в здании полно людей, но мы на самом верху. Дым поднимается, мы на полу, возле окна, нам уже нечем дышать. Постарайтесь продержаться еще немного. Вам легко говорить, у вас кондиционер наверняка. Тут жутко, темно и жарко. Мы молодые, нам еще рано умирать. Алло, мы выглядываем из окна на строе. Два выбитых окна. Его здание начало обрушиваться. Оно упало первым. Некоторые говорили, что слова Кевина сделали события 11 сентября более человечными для них. В смысле, что внутри были люди, и это были не просто здания. Она, дама, назвала это «Голосами из башни». Для нее событие стало реальным. Не просто история из новостей, а не просто как фильм. После прослушивания записи она поняла, что все было по правде, что внутри были живые люди. Для Венди Косгроуф утешением стало то, что почти 10 минут записи не были использованы в суде. И я рада, что у меня остались мои личные воспоминания, которыми мне не придется делиться с остальным миром. Потому что это очень тяжело, делиться последними словами мужа с посторонними. А так, у меня есть что-то личное. Я бы хотел, чтобы люди поняли после прослушивания записи, что жизнь коротка. Никогда не знаешь, когда потеряешь своих близких. Что стоит каждую минуту любить их. Вот что самое важное в жизни. Через 62 минуты Южная башня обрушилась. Первый. Несмотря на то, что была позже атакована. Погибли почти тысячи гражданских и пожарных. Вместе с Кевином Косгроуфом там были Брэд Фэтчетт, Шимми Бигельяйсен, пожарный Уолтер Хайнс, командир батальона Рая Пальмер и Стивен Малдери. Зазвонил телефон. Это была Эми, моя младшая дочка. Первое, что я спросила, а где Стивен? Она не ответила. Просто молчали. Я пришла домой, позвонила маме. Она была рада слышать мой голос. Я сказала ей о Стивене. Она просто закричала. Это было так. Она знала, что он погиб. Я закричала так громко, как никогда раньше не кричала. Это был просто животный звук. Когда я услышала его впервые, этот вой, он универсален. Я поняла, что моя семья присоединилась к тем, кто терял своих близких. За все время. Мам, это Стивен. Самолет. В здание ударил самолет, но со мной все в порядке, пока что. Сообщение, которое он мне оставил, значит, для меня все. Я привязалась к ним. Я постоянно слушала его все дни после. Но в один момент отложила его и сказала, что больше не буду этого делать. И случилось нечто особое. я создала новое сообщение, которое никогда не было оставлено. Я добавила его к старому, которое он оставил. И стала думать, что оно реально. В своем сообщении он сказал, что перезвонит мне. Сообщение, которое я оставила сама, может быть, через год, говорила, что я буду в порядке, и ты тоже. В своей память он повторяет это мне снова и снова. 11 сентября. Звонки из башен. Южная башня обрушается. Башня 2, башня 2. Джордж, пусть мобилизует армию. Армия нужна в Манхэттене. 10.06.80 минут после атаки на Северную башню. Хотя атакованная первой, Северная башня все еще стояла. Для тех, чьи близкие были внутри нее, брушение было ужасным предупреждением. Когда упала первая башня, я надеялся, что Мелисса уже выбралась из здания. Я знал, что она была не в той башне. Скорее, скорее! Я знал, что она не была в той тавере. Мы хотим... Действительно! Актив! Актив! Отец хотел, чтобы она перезвонила. Шон сказал, что ему она позвонила. Он правда хотел, чтобы она перезвонила, и выглядел он очень нервно. Как родитель, всегда хочется иметь надежду. Я думал, что если был бы выход из здания, то Мелисса к тому моменту уже бы воспользовалась им. Я говорил по телефону с одним из друзей Джима, когда брушилась первая башня. Все, что можно было слышать из этих звонков, только плачь, вопли. И спустя пять или десять минут спокойствия, ощущение уверенности. Погодите, это же не та башня. Кажется странным по событиям того дня, что мы посчитали, что Джимми в безопасности, в отличие от всех остальных, кто испытывал огромные трудности. Мы чувствовали, будто это наш общий долг. 11 сентября родители были во Флориде. Они не смотрели телевизор до тех пор, пока я не сказал им включить его. Папа считал этажи на телеэкране, потому что хотел определить, был ли Джим выше или ниже точки удара. Первое, что сказал мне отец, было, что он был отличным папой. И тогда я просто старалась не думать, но когда отец начал говорить о нем в прошедшем времени, все ввело для меня реальность. И его жизнь подошла к концу. В 10.28, через 104 минуты после удара, обрушилась северная башня. Я увидела, как падает башня. Да, я видела падение. И понимала, что я больше не услышу от него ничего. Я видела конец его жизни прямо там. Я почувствовал, словно мое сердце оторвалось от всего тела. Я не могу припомнить больше печали в моей жизни. Таких сильных эмоций, слез, я надеюсь, что такого больше не будет. Моя жена Беверли работала в школе в Шикарбе. Мне нужно было доехать туда и сказать, что милиция была в северной башне. Когда мы ехали назад, мы все слышали по радио. Северная башня рухнула. Жена попросила выключить радио, я выключила. Мы вошли домой, родали вместе. При обрушении северной башни погибло 1402 человека. Вместе с Мелиссой Харрингтон-Хьюз и Джимом Гартенбергом. Там были Кристофер Хейнли. Брайан Нуннес. Джеффри Нусбаум. И Тома Гиннис. Вопрос о торговом центре в том, какие воспоминания остались о нем. Построены они на мифах и догадках? Или за ними стоят твердые факты? Аудиозаписи техни очень важны. Потому что если история станет инструментом для живых, и если на память нельзя будет положиться, тогда все будет потеряно. следует помнить, что произошло. И как это произошло. Для семей боль 11 сентября, возможно, не ослабнет никогда. Но через несколько лет они начнут понимать истинный смысл наследия, которое ставили их любимые. Моя мама мыслит философски. Такие факты не ставят ее в тупик. Она впитывает себя все факты, пытается пережить их и смотрит в будущее. Поэтому у нее все хорошо. Мне кажется. Мир не останавливается при каждой трагической потере. Хотя я бы хотела, чтобы такое было возможно. Мир становится слишком занятым. И я понимаю, что нельзя, нельзя постоянно печалиться. Очень просто уйти туда, где жизнь требует большой выносливости, но это не лучший способ провести свою жизнь. Это игнорирование всех даров, которые тебе даются. Но я не хочу этого делать. Не хочу так жить. Знаете, мне кажется, я могу сказать, что так и есть. Джим позвонил мне сразу, как только это произошло. Первая реакция, ему нужно поговорить со мной. Иметь его голос, просто голос. Очень немного напуганный. Это здорово. Это последнее воспоминание. Молодец, Николь. Продолжай. Когда Джим погиб, я была на третьем месяце. Для меня очень важен тот подарок, который он мне оставил в ходе. Она похожа на него. У нее быстрый ум. И чувство юмора совсем, как у него. Знаю, что она часть его, как и другой мой ребенок, его часть. Это делает меня чуть счастливее. Я был последним во всем мире, кто говорил с Мелиссой. Нам удалось сказать, как мы любим друг друга. Я постоянно об этом думаю. С тех пор, как Мелисса не стала, я бы не стал его приукрашивать, но это его изменило. Он стал более боязливым, чтобы он стал более сентиментальным, чем раньше. Раньше он не показывал своих чувств так, как сейчас. Например, к моему сыну, который, наверное, по Божьему провидению родился 11 сентября. Когда ты уходишь на тот свет, все, что остается, — твои дети, а не твое наследие. Мелисса принесла много радости в нашей жизни. Мое внутреннее успокоствие от того, что мне удалось поговорить с ней в последние моменты. Я рад, что она позвонила именно мне. Хотя у нее было лишь несколько минут, чтобы сказать пару слов. Я говорил с Мелиссой лично. И я унесу этот факт могилу. Мелиссы лично. Мелиссы лично. Мелиссы лично. Но это не так. Я поиск. И я увидел, что она завтра. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok